Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, традиционные семейные ценности – залог развития страны. Именно эти ценности пронесла через свою жизнь семья Гуменюк. Свою летопись она ведет больше века. Военная династия представлена в четырех поколениях. Детей здесь малых лет знакомятся родословно и учат соблюдать устою государства, чтить историю предков. Так в юношестве Андрей Гуменюк в полную силу познал несметное, нематериальное богатство своей семьи и вступил на проторенную предками дорогу. Я окончил несколько учебных заведений. Сначала после школы это было Тверское и Суворовское военное училище. И когда перед его окончанием встал выбор, где продолжить учебу, на мой выбор, хотя родители немножко, скажем так, в шоке были, повлияла профессия моего родного дяди – это старший брат моей мамы. Он был штурманом. На тот момент единственное военное училище, где готовили штурманов, располагалось в Челябинске. Здесь Андрей Гуменюк учился до 1998 года. В этом городе он встретил свою будущую супругу, а вместе с тем верного спутника, друга, опору и настоящую чистую любовь. Плодом такой любви стали их дети Андрей и Анна. И если дочка сразу решила продолжать традицию семьи, то сердце сына выбрало иной путь. Он как-то себя видел именно в работе с людьми. Когда он поступил на это акушерское дело, папа у нас правда две недели молчал. Андрей периодически ко мне подходил и спрашивал, папа разговаривать начнет? Папа будет с нами разговаривать? С того момента Андрей шел к своей цели. Закончил колледж с отличием, принял решение стать военным медиком. Подал документы на поступление в Питерскую академию. Однако баллов не хватило. Это маленькое поражение сподвигло начать новую главу жизни. Финальную. И тогда он сказал, что я буду подписывать контракт. Андрей переквалифицировался на фельдшера и подписал контракт в бригаду 31 ВДВ фельдшером. Круговорот отваги, мужества и самоотверженности поглотил Андрея. Не щадя себя, во имя других, фельдшероты погиб, защищая суверенитет России в зоне боевых действий на Украине. Но герои не покидают этот мир. Они живут вечно в сердцах своих родных и соотечественников. Их дело поныне живет. А подвиг передает сил не только солдатам в час отчаяния, но и семьям бойцов. Так и семья Гуменюк, несмотря на тяжелый удар судьбы, продолжает идти по жизни. И чеканец шаг с гордо поднятой головой, продолжает традиции своей династии. О них Андрей и Ольга рассказали на всероссийском конкурсе «Семья года». Он прошел в Москве. Жюри подтвердило, истории династии Зульяновска нет равных. Гуменюк стали победителями в номинации «Хранители традиций». Александра Никитина, Управда ТВ.